Для меня большая честь, друзья мои, быть среди вас, и еще буду свободнее проповедовать, потому что пастор ушел. Но на самом деле, действительно честь большая быть в вашей замечательной церкви, и уже многие из вас, наверное, знают и меня, и наше служение. И, наверное, помните, потому что я был уже в том году два раза, в этом году был, и буду на саммите. То есть, достаточно часто я здесь гость, вот такой я есть в своем виде. Вот на следующей фотографии, может быть, можно посмотреть YouTube-канал наш и Instagram. Подписывайтесь, буду очень рад, потому что у нас есть много поездок также в Швейцарию по местам реформации, кому эта тема интересная. Также миссии есть в Бирме, на Кубе, и один революционный центр в Израиле. Также можно посмотреть мою семью, это сначала такое вступление, чтобы люди помнили. В середине я с женой, мою жену зовут Вера, меня зовут Павел, и по этой причине я как-то известен Павел, муж Веры. Вот слышали, так пропостола Павла говорят. У нас даже на телекомпании ТБН так называется наша программа, Павел, муж Веры. И написано, проповедует Павел и Вера Рындич. Справа слева мои дети, один парень и три девочки. Вообще интересно с моим именем то, что в советские времена, в нашем, по крайней мере, городе, Павел было непопулярное имя. Когда я покаялся в 21 год, мои мамы с папой, ориентированные на коммунистическую партию, сказали, ты предал нас, ты предал партию. А папа еще подвыпивший был, и он так еще с языком таким, ты как мог предать нас всех. Я говорю, ну вы же сами назвали меня Павел, в честь апостола Павла. Папа икнул, и говорит, в честь кого? Я говорю, в честь апостола Павла. Он, правда? А я думал, в честь дедушки. И вот говорю, ваша вина, что я пришел ко Христу, потому что в честь кого меня назвали, того завета я исполняю. Последняя фотография, это моя книга. Книга написана, последняя, твоя молитвенная жизнь. Ее всегда можно купить на App Store и Google Play. Для меня честь в том, что здесь я изложил не просто эмоциональные мысли, а как-то регламентировал молитву. Потому что сегодня по словам молитвы люди подразумевают все, что угодно, кроме молитвы. И поэтому хочется нормально все регламентировать и описать, как это понималось за мои 25 лет пастерского служения. Находимся мы в городе Нижний Новгород. Наша церковь называется Библейский центр посольства Иисуса. На сегодняшний момент нас 25 церквей, ну вместе с кампусами и более 20 революционных центров. Кстати, последний раз я сюда приезжал, было 16. Сейчас вот точно не знаю, то ли 21, то ли 22. Как-то достаточно быстро открываются. Наверное, мы тоже известны, особенно в России, тем, что в 2018 году никакую церковь так не крепили, не преследовали, как нашу. И, кстати, одна из причин была то, что у нас третье богослужение на английском языке. У нас много вообще общего с вашей церковью, только находясь в Нижнем Новгороде. У нас два на русском собрании, одно на английском. Но у наших доблестных защитников, знаете, Отечества появился вопрос. Ты что, русский пастор, проповедуешь на английском в России? Зачем? И тут я понял вопрос тот же самый, который задавали Яну Гусу еще в 15 веке инквизиторы. Говорили, зачем ты чехам проповедуешь на чешском языке? Мы же на латинском все проповедуем. Ян Гус ответил очень просто. Чехи не понимают латинского, они понимают на чешском. За это его сожгли на костре. И вот меня хотели сжечь на костре, что у нас есть много иностранных студентов, в основном из Африки. И говорю, люди с черной кожей в России не понимают русского языка. Они говорят по-английски. Смотрите, ребята смотрят, ну и что? Я говорю, ну как, ну и что? Евангелие нужно всем людям. И если ты ходишь в ту церковь, которая не понимает простой истины, что проповедь касается каждого человека, тогда это not my fault, наверное, может, твой. После этих слов меня так крепили. У нас было 12 судов, мы все проиграли все суды. Они хотели отнять у нас церковь, хотели уничтожить все, что можно, но мы выжили. Вот это самое большое чудо. Мы вошли в 2019 год с нашим зданием, у нас все в порядке, хотя там много было ран и так далее. Но мы выжили. И знаете, самое удивительное, наша история дошла даже до нашего президента Владимира Владимировича Путина. И когда на пресс-конференции адвокаты России сказали, а что там происходит в Нижнем Новгороде? Почему иностранным студентам не дают приходить в церковь, и от этого страдают протестантские церкви? Владимир Владимирович Путин сказал, что за чушь? И вот на этом никто не знает, как дальше трактовать эти слова. Просто, что за чушь? Ну, это было о нас, по крайней мере. И благодаря этому Ник Вуйчич, если вы знаете, без рук, без ног, услышав историю в Нижнем Новгороде, принял решение в этом году приехать в наш драгоценный город, провести встречу с жителями города. Ну, это не само собой разумеется, он такая влиятельная личность, собирает целые стадионы. Поэтому не бывает худо без добра. Ну, от моей персоны, от нашего служения, давайте теперь перепрыгнем в Слово Божие. Аминь. Итак, друзья, Слово Мое называется очень просто. Перед тем, как мы начнем это Слово, мы помолимся и благословим. Слово называется «Ты способен». Молимся. Отец Драгоценный, я прошу Тебя, каждая душа, которая находится в этом зале, кто сегодня слушает Слово Твое, не Мое, не человеческое, а Слово, сходящее от Святого Духа, с небес, пусть принесет плод в 30, 60 и в 100 крат, судит намерения и помышления сердечные. Спасибо Тебе, наш Царь и Бог. Аминь. Итак, вот такое простое название «Ты способен». Почему это название так касается моего сердца и почему я делаю этот посыл людям? Вы знаете, проповеди часто бывают такими однодневками. То есть, хорошие проповеди люди послушали, забыли. Но есть вещи, которыми я сам постоянно живу. Эти проповеди, они важнее для меня даже, не столько для вас, сколько самому мне. Понять это откровение. Поймите, что сегодня коучи, ну всевозможные тренеры, они по всему миру учат людей быть успешнее, красивее, там чего, богаче, длиннее, круче, прыгучее. И они всему учат. И каждый раз, когда слушают того или иного коуча, бывает где-то, и ты думаешь, все ведь украли у нас. Вот у нас из Библии. И все это преподносят, как будто это их собственное изобретение. По этой причине я всегда возвращаюсь к Слову Божьему и смотрю элементарные истины, написанные на страницах Библии. И вот великий человек, апостол Павел, в честь которого, слава богу, меня назвали прокоммунистические родители, написал своему ученику Тимофею послание, в котором он хотел донести до него глубокую и в то же время простую истину. Ты способен. Он говорит, ты способен. И человек, я? Любой, как правило, человек, встречаясь с каким-то вызовом, он говорит, я не способен. Я маленький, я не могу. Особенно, если вызов достаточно серьезен. И Павел, будучи сам грешником, будучи сам человеком закона в долгое время, пережил Христа. И что-то он пережил под этим, хотел донести теперь до Тимофея. И он пишет 2 Коринфянам 3 глава с 4 по 6 стих. Тимофею и остальным ученикам. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-то от себя. Как бы от себя. Но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. В этом тексте 3 раза звучит слово способный, способность. И даже про слово уверенность, где написано уверенность имеем в Боге, тоже есть отголосок слова способности. По большому счету 4 раза вот в этих нескольких стихах звучит мысль. Вы способны, вы уверены во Христе. Даже как-то горделиво звучит. Мы имеем уверенность. Слушай, кто сегодня умеет уверенность в завтрашнем дне? Да никто из нас. Но он говорит, мы имеем уверенность через Христа во Христа. И мы способны. Ты способен. На что ты способен? Он говорит, никак бы не от себя я способен. Даже такая фраза витиеватое. Не то, чтобы я от себя, как бы сам бы от себя, чтобы подумал от себя. Он говорит, нет, нет, нет. Стоп. Моя способность от него. Послушайте еще раз. Он говорит, не то, чтобы я способен. Хорошее образование, родители, стартовая позиция. у меня есть возможности каких-то получения финансов, нет, вся моя способность, она от Него, и вот об этом мы поговорим, другими словами он говорит, поймите, друзья, какая есть огромная способность у тебя от Христа, и самая первая способность, если кто-то записывает, запоминает, и самая важная способность, это сложная способность, но очень важная, поменять твою природу, природа вещь упрямая, задумывались вы над этим или нет, но генетика, которую передали нам наши родители, она вот упрямая штука, заметьте, обрати внимание, что вот бывает отец алкоголик, и сын тоже алкоголик, отец музыкант, и с детства как-то ребенок предрасположен к музыке, генетика, она передается через кровь, каким-то образом наша ДНК передается следующим поколениям, и даже зачастую раньше на Руси было такое, что не выдавали, например, девушку замуж за парня, у кого вот плохая генетика, или цари, если вы помните, не надо вот тебе жениться на той принцессе, у нее не очень хорошая генетика, слабоумен отец ее, она-то здесь при чем, передастся, и по этой причине генетика такая упрямая штука, особенно теперь нужно понять, греховная генетика, она еще сильнее, наш мир был создан прекрасным, безусловно прекрасным, и этот отголосок прекрасного мира мы видим до сегодняшнего дня, когда смотрим на красивую природу, пальмы, реки, водопады, красивый мир, Бог запланировал его таким, и Он посадил туда Адама с Евой, и в эту прекрасную программу, как в компьютерную программу, забрался вирус, грехопадение, джук, и программа стала зависать, все стало как-то работать не по назначению, и мы стали жить вот в этом извращенном мире, который заражен грехом, и вот эта генетика греха стала передаваться к людям, и вдруг ты встречаешь людей на улице, говоришь, давай, у тебя получится, он, я не могу, я наркоман, я не могу, я алкоголик, я не могу быть однолюбом, не могу жить с одной женщиной, пастор, ты знаешь, все женщины, они ва, визжат, крещат, я не могу с одной долго, я их меняю, как перчатки, ну ты знаешь, какие женщины, пастор, у тебя их три, я говорю, вот в том-то и дело, что у меня те же самые женщины, что у тебя одна, но я как-то с ними живу, а тебе, пастор, не приходило в голову, когда-нибудь развестись, вот самоубийством жизнь покончить приходила, а вот развестись нет, почему? Я думаю, после этого момента вы улыбнетесь, мысль другая, друзья мои, мысль в том, что генетика человека, она настолько упрямая штука, и люди вот упираются в этой генетике, я вспоминаю своего папу, мой папа был алкоголиком 40 лет, великой души человек, кстати, когда я говорю, что про алкоголика, люди говорят, ты что, так про папу плохо, у меня замечательный был отец, но проблема была в том, что он просто пил, просто пил, и очень долго, и уверенно, а русский алкоголик, это вам не американский, знаете, в России водку пить, это не спортом заниматься, тут здоровье нужно, И вот папа мой 40 лет прожил вот в этой динамике алкоголизма, и я помню, когда я с ним разговаривал, уже будучи во Христе, говорил, папа, ну когда ты кончишь пить? Папа смотрел, да, мама его всегда била, кстати, часто были драки в детстве в семье, и всегда думают, о, папа бил маму, никогда, всегда мама била папу, она хотела его исправить, Но генетика, природа, природа, она упрямая, природа, когда она чем-то наполнена неправильным, она природа, поймите, это природа, природа, как у лошади гулять, это природа, как у верблюда пить, это природа, как у бабочки летать, так же природа, и у алкоголика бухать, это природа, вот и все, и мама говорила, и мы с мамой вместе, папа прекрати, он ихнет и говорит, я не могу, Я хочу, но я не способен. Потрясающая вещь. Вы знаете, одна притча такая есть. Скорпион подошел к лягушке и говорит, лягушка, перевези меня на другую сторону. Чтобы на скорпиона быть больше похожим, надо голос изменить. Лягушка, перевези на другую сторону. И лягушка говорит, ты что, скорпион, я же нормальный. Я знаю, что я сейчас тебя возьму на плечи, на спину, довезу до середины реки, ты в меня сжала, как всадишь меня, и я умру. Скорпион говорит, лягушка, не переживай, я плавать не умею. Поэтому, если я тебя ужалю, ты умрешь, и я умру. Я тоже утону вместе с тобой, я не плавучий. Лягушка подумала, логично. Взяла скорпиона на свою спину, доплыла до середины реки. Скорпион смотрит, такая лягушачья спина, ровная. И он свое жал, на, в лягушку. Лягушка тонет. Скорпион, ты что натворил? Я тону, умираю, ты же тоже теперь умрешь. И скорпион. Лягушка, у меня просто природа скорпиона. Я не могу иначе. Я всегда всех убиваю, даже если сам умираю. Представляете, любой наркоман, любой алкоголик, любой человек, блудник, разрушающий свою жизнь, он говорит, это природа моя. Я не могу иначе. Это просто природа моя внутри. Теперь посыл, внимательно. Иисус пришел изменить нашу природу. Он пришел изменить неизменяемое, даже с человеческой точки зрения. Вот в этом и была его сила. Мы-то думали, что мы причастие принимаем просто, знаете, обряд исполняем для красоты. А Иисус взял чашу и в шестой главе Евангелия от Иоанна он сказал ученикам своим, примите, примите чашу мою. Едущий плоть мою и пьющий кровь мою будет иметь жизнь вечную. И написаны интересные слова. Многие больше не стали ходить с ним, потому что сказали, кто может это слушать? Abomination. Для евреев это было пить вообще любую кровь, мерзость, а тем более человеческую. Они, чего ты несешь? И только 12, которые с ним остались, они поняли, что он говорит о духовном изменении природы. И когда перед Пасхой, которая наступит на следующей неделе, в ту ночь, он подал им чашу и сказал, это кровь моя, пейте ее. И они уже чувствовали, они поняли это откровение, что каждый раз, принимая эту чашу, кровь Иисуса становится их кровью духовно. Его ДНК начинает побеждать мою греховную ДНК. Генетика его побеждает генетику моих родителей, предков, которые принесли мне от Адама греховную природу. Его кровь это то, что дает мне жизнь. Вот по этой причине апостол Павел сказал, когда мы только что читали, букву убивай, Дух животворит. То есть Дух приносит новую генетику. Когда я наблюдаю это своими глазами, это больше всего вдохновляет меня проповедовать Евангелие, потому что я думаю, только Бог способен изменить неизменяемую генетику. Вот мы работаем с наркозависимыми. Кстати, уникальная наша церковь еще тем, что я, наверное, единственный, ну я просто не знаю еще, у кого есть успешная реабилитация, и старший пастор не употреблял наркотики. Обычно все пасторы, ну вот, хорошая реабилитация, но обязательно старший пастор тоже употреблявший. И когда я приезжаю на эти конференции бывших наркозависимых, и там тоже речь толкаю, мне люди говорят, а ты сколько сидел, сколько кололся? Из-за них такое удивление, что я никогда не кололся, никогда не сидел. Они, а что ты делаешь? Я говорю, я просто поверил, что они могут изменить свою природу. Представьте, любой зависимый человек, он говорит сам себе, я не способен, как и мой папа. Но однажды мой папа изменился, и последние 12 лет он не пил. Вообще не пил, и мой папа был лучшим человеком, настоящим папой, какого можно иметь из всех пап. Поэтому у меня прекрасный был отец. Но я разглядел его только после того, когда изменилась его природа. А теперь возвращаемся вот к той природе людей зависимых. Представьте, сегодня государство, сегодня научно-исследовательские институты тратят миллионы, а то и миллиарды долларов для того, чтобы тюрьмы стали местом исправления людей. Кстати, удивительно, что тюрьма, джейл, как таковая, она не создана для того, чтобы человека просто отвлечь от деятельности какой-то греховной, скажем так. Нет, цель, чтобы изменить людей за это время. Ну представьте, простой преступник, он там кого-то пырнул ножом, что-то там натворил, украл, у него наркоманское мышление, и его приводят в тюрьму. В России это даже называется трудовая исправительная колония. Вот люди об этом забывают. То есть в это время его должны исправить, потому что через 5, через 10 лет, когда он выйдет на свободу, он должен стать полноценным членом общества. Так ведь? И поэтому тратят миллионы долларов, чтобы ну как-то его в этой тюрьме изменить, что-то с ним сделать. И он просто объект для любой формы экспериментов. Хочешь, бей его, хочешь гипнотизера приведи, колдуй над ним, ты хороший, ты хороший, ты хороший, ты теперь выйдешь на свободу, и ты больше не наркоман, ты чудный, ты счастливый. И тот должен сидеть в позе лотоса и думать, да, я счастливый, я больше не наркоман, не убийца, не преступник. С ними работают психологи, которые объясняют им, что у них было нарушенное детство, еще какую-то глупость. И что-то им там объясняют, что у них там было какое-то нарушенное прошлое. То есть, другими словами, делают все, чтобы через некоторый период он стал нормальным членом общества. Результат ноль. Ну или может быть ноль, 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 одна сотая процента. Преступник, как правило, сидит, выходит еще хуже преступник. Мне друзья рассказывают, говорят, пока ты в тюрьме сидишь, тебе по голове бьют, потом какие-то гипотезеры работают, потом какие-то психологи, потом чипы какие-то тебе вмораживают в голову, чтобы ты не кололся. А рядом Васька, наркоман, рассказывает, выйдем, такое дело замутим. И ты Ваське веришь больше, чем всем психологам вместе взятым. И вот теперь представь, парень, 20-летний, приходит, выходит из тюрьмы. В 12 лет, представьте, у него не было отца, мама, он его никогда не видел, мама у него женщина с низкой социальной ответственностью, как говорит наш президент, плюс ко всему, он сразу стал наркоманом, сразу, в школу он бросил с тех времен, до сих пор думает, что земля плоская. И он отсидел первый срок, будучи наркоманом, получил ВИЧ-инфекцию, второй срок отсидел, и вот в 20 лет он выходит из тюрьмы. Выходит из тюрьмы, и он приходит к вам, как к психологу. Вот представьте, а вы психолог сидите, и ваша задача интегрировать его в современное общество, чтобы он стал хорошим работником, чтобы он любил жену, детей и так далее. Как вы думаете, каков шанс? Вот вы, как психолог, что бы вы сказали? Да вы бы точно сказали, да никаких шансов, никаких. И ты бы уже сказал, мы не способны. Я не способен. И он не способен, потому что у него нет никаких задатков ни к семье, ни к любви, ни к работе, ни к нормальной, даже здоровой жизни. И теперь этот человек, внимание, вопрос. Встречается на улице, под кумаром, встречается с людьми. И люди ему говорят, слушай, у тебя есть другая парадигма жизни. Если ты примешь Христа в свое сердце, как Господа и Спасителя. Пойдем к нам домой, поживешь у нас несколько дома. Этот наркоман счастливый, потому что он понимает, что дом может весь обокрасть. Он спит первую ночь, потому что за него помолились. Для него чудо, что он спит. Утро вскакивает, говорит, я спал, я спал. Все люди в доме говорят, да мы все спали, что чудо-то какое? Они не знали, что наркоманы не спят годами. Этот человек принимает Христа и с этого момента перестает употреблять что-либо наркотики. Я вам рассказываю историю сейчас, не просто какую-то, знаете, fairy tale. Я рассказываю реальную историю об одном из моих помощников сегодня. Это один из служителей наших, у него семья, дети. И если бы он стоял сейчас за этой кафедрой, вы бы не поверили, что история о нем. Он, кстати, нашел свою мать, своего отца, всех нашел. И я всегда думаю, что это? Почему весь институт власти за потраченные деньги, от экстрасенсов до тюремщиков, которые били, не смогли изменить природу? А кровь Иисуса Христа смогла. Кровь Иисуса. Кровь Иисуса вдруг проговорила духовно. Ты способен. Папа, ты способен. Я не могу, сынок. Я алкоголик. Ты способен. Я не могу жить с одной женщиной. Я блудник по жизни. Завяжи все, что можно. Ты способен. Ты точно способен. Просто ты впал в не ту программу. И ты живешь в программе совершенно неправильной. Изначально была программа без вируса. Вложи в свою компьютерную программу Касперского. Кто знает Касперского? Касперский антивирус. Это кровь Иисуса Христа. И твое ДНК поправляется. И тогда представьте, все эти парни, 12 человек, за исключением Иуды, потом включили другого. Они все поняли это сильное откровение об изменении природы. Именно это заставило их идти по всему миру. И независимо ни от кого проповедовать Евангелие. В разных странах. Петр, когда еще был на лодке, ничего не понимал. Иисус говорил, Петр, ты станешь ловцом человека. Я даже не понимаю, о чем ты, Иисус. Тот говорит, точно тебе говорю. ДНК у тебя изменится. В честь твою будут цари называть своих детей. Что, правда? Да, в России назовут твою честь Петра Первого. Город в твою честь построят. Иисус, а где такая Россия? Слушай, пока не думаю, я ее еще нет. Да и там люди на деревьях пока сидят. Ты, главное, измени свою природу сегодня. Это намного важнее. И Петр, когда понял, что изменяется его природа, вот после этого он уверенно начинает проповедовать на улицах Иерусалима. И когда он говорит, помните слова какие? Он говорит, примите, примите. Потому что наследие для детей ваших Духа Святого, это для вас. Другими словами, это для вашего ДНК. Это для вашего будущего. Это вам во благо. И три тысячи человек приходят к нему с покаянием. Три тысячи зафиксировали себя в том, что они хотят изменить свою природу. Эти три тысячи были те, которые вчера распинали его учителя. Эти три тысячи его вешали на крест и кричали, распни. А сегодня приходят к его ученику и говорят, что нам делать мужи и братья? Природу поменяйте. Вы здесь? Здесь я вас не теряю, дорогие мои. Поэтому Павел пишет, говорит, не то, чтобы мы сами от себя способны, но способность наша от Бога. Вторая важная черта способности, это то, что называется, ты способен делать невозможное. Ты способен делать то, что твои глаза говорят, невозможно. Сегодня многие люди говорят, это невозможно. Просто невозможно. Невозможно. Да, пастор, невозможно. И когда я слушаю эти все слова неверия невозможно, я говорю, ну, может быть, тебе и невозможно. Но если ты очень сильно этого захочешь, очень сильно, ну, как это, пастор, даже если я очень сильно захочу, неужели я смогу? Слушай, в твоей природе уже запланированной изначально от создания мира заложена эта способность делать невозможное. Посмотри на шмеля. Шмель, чисто братья с научной точки зрения, физики изучают шмеля со всех сторон и не могут понять, почему шмель летает. У шмеля толстое тело, видели, какое он толстый? Это даже название бамблби. Вот в русском шмель, а в английском бамбл. Бамбл такой он, бамбл. И вот бамблби, у него маленькие крылышки и толстое тело. И все физики говорят, маленькие крылышки не могут поднять такое большое тело. Но шмелю никто не сказал, что он не умеет летать. Ему не сказали. Но у него есть призвание. И призвание называется нектар. Нектар. Бог сказал, ты будешь пить нектар. Поэтому он ищет своими глазами, в толстом теле, маленькие глазки, ищут нектар. Смотрят, цветок красивый. И он, нектар! И его маленькие крылышки начинают работать. Он даже о них не думает. И он летит к нектару. Летит, летит, летит. Смотрит, цветок. Нектар! Он летит дальше, в другое место. Что его несет? Крылышки? Нет. Способность от Бога делать невозможное. И ученые смотрят и говорят, а как он это делает? Да никто не знает, как он делает. Просто знает, что он поверил в свою новую природу. И вот по этой причине, если шмель, который ничего не соображает, способен делать невозможное, то тем более ты, сто процентов, я не могу, я лузер по жизни, я вообще не могу. Я сготовить даже ничего не могу дома. Я всего боюсь. Тараканов боюсь. На автобусе. Чего только люди не боятся. Боятся того, чего даже бояться не надо. А ты уже чемпион в своей жизни. Не веришь? Смотри. Простой пример тебе. Ученые установили, что в момент эякуляции, когда сперметозоиды выпрыгивают в определенный момент, в определенный, сперметозоидов выпрыгивают в один момент. 300 миллионов. Вы только подумайте. 300 миллионов сперметозоидов. Вы видели фотографии моих четырех детей. Они все разные. Обратили внимание? Хотя один папа, один мама. Одна мама. Ну, сегодня это актуально, да, кстати. Надо правильно говорить. Одна мама, а то можно все перепутать. Правда, что ли? У меня дочь подошла ко мне. Это отступление чуть-чуть. И говорит, у нее недавно, прямо позавчера, ей этот, как называется, колечко дали там. Энгейджмент, вот. Вот. Вот ей колечко парень одел. И до этого она меня спрашивала. Пап, какие качества должны быть у моего избранника, старшей дочери? Я говорю, первое. У меня, говорю, четыре есть, четыре важных аспекта. Но первый, самый главный. Она прислушалась, прямо записывать решила. Первое. Я говорю, чтобы он был противоположного пола. И она. Я говорю, сейчас актуально, дочь, об этом. Реально актуально. Потому что люди забыли о своем призвании. Второе, говорю, чтобы он любил Бога. Потому что если он будет любить Бога, то он будет понимать тебя. Если он не знает Бога, как он будет знать тебя, забыв того, кто тебя создал. Третье, говорю, это чтобы он... Забыл я. Любил Бога, уважал нас. А, любил тебя, простите. Любил Бога, потом любил тебя. И четвертое, уважал нас. Она говорит, ну, а любить-то вас. Я говорю, меня любить не надо. Мне, я выдержу, все нормально. Главное, чтобы он меня уважал. Это самое главное. Так вот, возвращаемся к экспериментозоидам. Смотри, что удивительно. Все дети разные. Все до одного. Мужской пол, женский пол. У одних светлые волосы, у других темные. Одни более как-то ленивые, другие более трудоспособные. И все мои дети. Кто-то более способный, кто-то более эмоциональный. А как такое может быть? Я один и моя жена один. Так вот, что интересно. Что определяет сущность каждого из моих или твоих детей? Что? Отдельно взятый сперметозоид. Отдельный. Но соревнование, которое началось перед рождением, было исключительно из 300 миллионов, один получал награду. Ну, может, двое, если близнецы. Ну, в крайнем случае, триплекс. Знаешь, трое там бывает. Это крайний случай. Но в основном один. Теперь представь, соревнование. 300 миллионов, чтобы вы хотя бы цифру почувствовали, а то бывает, когда 300 миллионов, 300 миллиардов, люди уже в ушах звенят, они цифры не понимают. Так вот, чтобы понять, население Соединенных Штатов, это примерно 300 миллионов. Ну, плюс-минус несколько миллионов. Вот однажды объявили забег. Кто самый быстрый в Америке? Один майл надо пробежать. И бегут все. От Аляски до Флориды. От Нью-Йорка до Сан-Франциско. Бегут все. Черные, белые, старые, молодые, бебечки и инвалиды. Бегут все. Их спортсмены хорошие. И на инвалидных колясках. Все, без исключений. На старт, внимание, 300 миллионов. Марш. Все побежали. Все бегут, бегут, бегут. На финиш бегут. И только, вот только услышите, один. Один на финишную прямую. Шук, порвалась красная ленточка. И он, аааа, он в лучах славы. Его фотографии в Hall of Fame. И он стоит. И все, ты самый быстрый человек Соединенных Штатов. Уинфри, Опра Уинфри пригласит его на свое шоу. Президент Трамп пожмет ему руку. Его фотографии будут везде. Леди Гага будет отдыхать со своей славой. Потому что он number one. Number one. Знаешь, о ком я говорю? О тебе. Это ты. Ты был уже в том забеге. Ты уже бежал ту дистанцию. Только ты был слишком маленький и забыл. Ты уже был вот в этом лучах славы. Тогда, что ты в депрессии ходишь? Что тебе все не нравится? То работу найти не можешь. То нос не тот. То пол не тот. Что-то надо все поменять. Работу, дом, место. Апостол Павел говорит, прекрати. Прекрати. И говорит, ты способен уже здесь быть нормальным. По крайней мере нормальным. Не надо быть чемпионом. Но точно надо быть нормальным. Я вас не теряю, надеюсь, друзья мои. И Павел эту простую истину доносит. Он говорит, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Это способность в духе. Она не просто, вот знаете, в наших естественных вариантах. Потому что, когда ты смотришь на себя естественными глазами, то у тебя вес не тот, то долгов много, то проблемы какие-то. Но ты когда смотришь духовными глазами, ты понимаешь, все равно, что мои глаза земные говорят обо мне. Независимо от того, какие у меня способности, у Ника Вучича нет рук и ног. Но он осознал, что он был уже первым вот в этом забеге из трехсот миллионов. А значит, Бог по какой-то причине поставил точку на своем календаре, чтобы ты пришел в этот мир. И чтобы ты был служителем Нового Завета. Не буквы от духа, не закона, не каких-то оценок человеческих, а духа, который живет в тебе. И Павел говорит, ну если я был савлом, я был законником, я был тем, который ради Бога готов был убивать. Бог поменял мою природу настолько, что я готов теперь любить настолько, что готов умереть. Не теряю вас, дорогие мои. Только вдумайтесь, какие способности закрыты в нас, и мы не способны, способности не способны открыть. Но если мы способны открыть дух шмеля в себе, то есть вещи, которые ты просто будешь удивляться. Я просто примеры своей жизни приведу. Мне было 23 года, я только покаялся, я где-то был на третьем или на втором курсе моего университета, и я только поверил в Бога. Вот знаете, вот мы с годами как будто бы набиваем себе шишек и перестаем верить. Перестаем верить в способности. Ты скажешь, ну ты был молодой, да, но я был глуп и мал, и во Христе я был наивен. Но я помню, где-то прочитал случайно фразу, люди используют мозг на 5%, только 5% мозга. А 95% я подумал, где? Ну, человечество не имеет ответ на этот вопрос, сказал наш преподаватель. Потому что эволюция так сделала, что человеческий мозг потерял многие функции. Я думаю, в эволюцию я не верю. Значит, где-то потерялось мои 95% где-то по пути, вот там от грехопадения. Говорю, Господи, дай мне хотя бы, если у всех 5%, ну добавь мне еще пяточек процентов. 10%, всяко уже будет лучше, чем у всех остальных. И вот я сижу на уроке, у нас был такой предмет, назывался немецкая литература. И немецкую литературу, кафедру немецкой литературы возглавлял человек по имени Валерий Григорьевич Зусман. Ой, великий человек, с большим сердцем, реально. И еврей такой. Я таких посвященных людей не видел. Он любил немецкую литературу, как я, Библию. Он верил в каждое слово Франца Кафки, как я, в слово Иисуса Христа. Он просто заходил, и я думаю, столько лет говорить о немецкой литературе. Но чтобы вы знали, немецкая литература, это очень серьезная литература. Это просто скучнущая и самая ужасная, какая вообще есть литература. Я всегда думаю, вот чтобы написать одну книгу «Превращение» Кафки. Кафка, кстати, это фамилия, это не там, вы любите Кафку, да, особенно жареную там и так далее. Это Кафка, Франц. И вот у него есть произведение «Преображение». Вот я думаю, количество хромосом должно быть бесконечно перепутано, вот чтобы эту книгу вообще написать. И он написал, и ты читаешь, ты думаешь, только обкуренный человек может понять, о чем там. И это такая вся немецкая литература. А я верующий, представьте, мне как-то надо это все переварить. И вдруг я себя вижу, как я у Валерия Григорьевича Зусмана сдаю на пять. И я начинаю спрашивать своих студентов, говорю, а как, ребят, у него как сдают? И мне говорят, три получить у Валерия Григорьевича Зусмана, это как пять по-другому. Если четыре получил, это редкость, оценка пять у него была за всю историю института один раз у одной девочки, у которой голова была как компьютер. И у меня внутри такое чувство, сдам на пять. А потом думаю, как, как, я не понимаю, я даже не люблю эту немецкую литературу. Но я решил попробовать, я пришел в библиотеку, это были начала 90-х годов, и говорю, дайте мне всю литературу, какую надо сдать у Валерия Григорьевича Зусмана. Я смотрю, библиотекарь поправил очки, тогда интернет еще был не в ходу, и говорит, вы правда хотите всю литературу? Я говорю, да. Вот кто был в Советском Союзе, кто рос, знает, такие были сумки здоровые, челночники их возили, когда товары возили из Польши в Россию, в Белоруссию, на Украину. Такие полосатые сумки здоровые. А она мне полную эту сумку накидала литературу, я даже не знал, как ее поднять. Она говорит, это только первая партия, я их привозил, эти книги домой, смотрю на них и понимаю, Зусман, ты что натворил? Это все, что вот надо знать, чтобы тебе сдать простой экзамен. Я уже был женатый, я жене говорю, слушай, корми меня скудно. Жена говорит, ладно, главное, чтобы не поскудно. И она дала мне тарелочку супика там чем-то с хлебом и говорит, вот кушай так раз в день, а сам читай. И я помню, я сел, и я увидел, как мозг может иногда работать. Открываются какие-то неведомые, знаете, пласты мозга, как земная кора. Я прям брал эти книги, я их читал, ну из косок, как Ленин, шук-шук, главное запоминать героев главных, шук-шук, что они там делали, кто где был. Я удивился, за три дня я одолел практически это все. Я вышел на кухню к своей жене, я чувствовал себя, как Вольтер, знаете, разговаривал, по-вольтерски сел. Вольтер, правда, это не немецкая литература, но без разницы. И вот день Х, я сдаю экзамен, я прихожу на экзамены, смотрю, все трясутся с цветочками, хотят ублажить идола по имени Валерий Григорьевич Зусман цветами. А он не берет цветы, цветы ему не самые главные, он фанат немецкой литературы. И вот я в этот момент, икс, чук, дверь открывается, я вхожу, это знаете, это как битва Голиафа и Давида, только на интеллектуальном уровне. Мы садимся, и Валерий Григорьевич Зусман, у него такие вот очки здоровые, толстые линзы, и глаза хлопают. Я смотрю, студенты только глаза его видят, и в обморок падают от страха, только от глаз. Я сел, мы смотрим друг на друга, и он такой длинный палец на себя, на меня вытянул. Коллега Рындич, скажите, вам нравится немецкая литература? Я говорю, знаете, Валерий Григорьевич, еще три дня назад она мне не нравилась. Но сегодня, сегодня, Валерий Григорьевич, я полюбил ее как родину, я полюбил немецкую литературу настолько, что готов говорить по любой теме с вами. Он, билет не будете тянуть, я говорю, не буду, давайте, на любую тему. И мы с ним, как античные герои, боролись вот в этом каком-то мучительном сражении. Мы витали, летали с одной темы на другую. Мы дошли до Иова, книга Иова, это была самая потрясающая книга, это не библейский Иов, а Иозеф Рот написал Иов. И он мне, расскажите Иова, я ему рассказываю библейское, он говорит, нет, не того, Иозефа Рота рассказывайте. Я говорю, ну Иозеф Рот не мог просто так взять Иова откуда-то, он взял аналогию из Библии, поэтому библейский Иов намного мощнее, чем Иов. Иозефа Рота, он, я согласен с вами, и мы там с ним боролись. В конце концов, через 30 минут мы оба забыли, что мы на экзамене, он стряхнул скупую слезу, я тоже. Мы с ним пожали руку, и он дал мне 5. Я вышел тогда и подумал, а слова Павла, Павла, работают. Ты способен, потому что твоя способность не от тебя, способность не от твоей энергии, не от твоих родителей, папы с мамой, способность от Бога. И если ты сможешь присоединиться вот к этому источнику вечному, она будет давать тебе силу, вот эта сила. Кстати, с Валерием Григорьевичем Зусманом, я вот так обычно не рассказывал, а тут мы с ним встретились на вечере встречи выпускников. Как-то. Он уже постарел сильно, встретились, и мы уже были на равных, там я был студент, а тут я, и я ему говорю, Валерий Григорьевич, посмотрите мои проповеди. Я говорю, постоянно про вас проповедую. И он такой, приятно, я уже видел. И он такой, Павел, я что, правда такой страшный? Я говорю, тогда вы были даже страшнее, чем вы сейчас говорите. Хорошо говорить с людьми великой души, с хорошим сердцем, потому что люди всегда понимают все правильно. Последний, последний посыл, который я хотел бы донести, последний и важный. Апостол Павел говорит, у тебя способность быть служителем. Это самая главная способность. Мы сегодня стараемся быть способными в нашем бизнесе, в нашем деле, в нашем призвании земном. Но Господь говорит, я хочу, чтобы ты был служителем, служителем Христа. Подумайте, если у тебя бы было лекарство, которое тебе помогло. Вот у тебя просто рак, не дай бог. И все тебе поставили самый страшный диагноз, рак. Ты больше ничего не можешь с этим делать. И вдруг кто-то подходит и говорит, слушай, ты знаешь, вот в аптеке продаются вот такие листочки обычные. Купи вот эту заварку, попей неделю и все пройдет, точно. И ты от безысходности идешь, покупаешь за копейки это лекарство, пьешь и у тебя проходит рак. И ты думаешь, это же так элементарно, это же так естественно. И ты приходишь в больницу и говоришь людям, подождите, рак можно вылечить. Есть, купите вот эти листочки. Но люди по своему неверию, они говорят, нас светило науки лечат, масс-химиотерапию нас лечат, всевозможные. И ничто не помогает. А ты хочешь сказать, что я пойду и куплю вот эти пилюли и у меня все пройдет? Ты скажешь, что им в ответ? Скажешь, ну жаль, вы не верите. И закончишь? Скорее всего нет. Скорее всего, если это твои еще родственники, ты будешь стучаться до конца. Ты будешь стратегию делать всевозможные, чтобы довести их как-то до этой аптеки. Стратегировать каким-то образом. Но если мы грешники, когда стратегируем, как там грех сделать? Туда вот надо, чук, этому че тут. Люди же стратегируют. Strategizing. Так вот, если они strategizing в грехе, то почему бы нам не стать strategizing в Господе? Вот эту истину я всегда доношу до наших лидеров домашних групп. Я говорю, слушай, ты служитель Нового Завета. В первую очередь, ты не водитель КамАЗа. Ты не просто преподаватель. Ты служитель Нового Завета. И самая большая честь, какая может быть, это быть лидером домашней группы. Когда ты ведешь домашнюю группу, когда ты вдохновляешь людей. И ты за это ничего не получаешь. Это даже больше честь, чем мне. У меня хоть профессиональное пастерство. А ты просто собираешь людей. И ты strategizing делаешь, как дать эту пилюлю умирающему. Людям, у которых природа неизмененная. Но у тебя есть эта пилюля. Это пилюля кровь Иисуса Христа. Надеюсь, я вас не теряю, дорогие мои. И когда мы эту пилюлю даем людям, мы говорим, слушай, ты способен измениться. Есть способность, точно есть способность преодолеть рак. А почему ты так знаешь? Потому что я служитель Нового Завета. Аминь, дорогие мои. И мы должны понять одно, что мир без Христа, он на самом деле не имеет никакого будущего. Без разницы, в какой стране ты живешь. Сатана свои щупальцы, как вот этот паразит в образе октобус. Он протягивает своих щупальцев и по-разному действует. Что в России, что в Америке. У нас просто бывает в одной форме, а у вас в другой форме. Дьявол вчера, сегодня и вовеки тот же, как Иисус. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Я удивился, например, как-то я рассказывал, по-моему, у вас эту историю. Я шел в Сан-Франциско пару лет назад. Или сколько там. Шел ко мне парень, подбежал с горящими глазами советского пионера. Подбежал такой радостный. И чувствую, что-то мне хочется сказать. И надпись на билборде над ним. Ну, небольшая такая надпись. Imagine no religion. И они там подписи какие-то собирают. И он, сэр, давайте вступайте к нам. Vote за нашу вот программу. Она называется Imagine no religion. Это фраза из песни Джона Леннона. Представь, что нет никакой религии. И он говорит, такими глазами сияющими. Представьте, в Америке не будет больше церквей. Не будет пасторов. Не будет Бога. Не будет религии. И смотрит на меня. И я на него. Минута молчания. Я пастор из России. Он хотел какое-то неприличное слово сказать. Ну, американец. И мы смотрим друг на друга. И я ему говорю, слушай, я русский. И он, и что? Ну, ну, вот. Я говорю, ну, как ты историю как-то читал, ты слышал? Вот Россия, слова. Советский Союз. Что это было? Он, я не знаю. Видимо, он не особо посвящен был в исторические процессы. Говорю, так вот, Россия наследница Советского Союза. И я родился и вырос в стране, в которой не было церквей, не было пасторов, не было религий, не было Бога. Все старались уничтожить. И он говорит, ну, представьте, это же будет рай на земле. Я говорю, твой рай, это мое прошлое. Твое будущее, это то, где я уже жил, это мое прошлое. Понимаешь? Смотрю, не соображает. Говорю ему, я был уже в твоем раю. Этот рай ад. Точно тебе говорю. И по этой причине я оттуда выбрался каким-то образом. Поэтому говорю, парень, храни церкви. Храни пасторов. Без них вы выбритесь, как мамонты, точно. Я тебе точно говорю. Смотрю, парень, что-то так с трудом это соображал. Но я понимаю, насколько надо быть с извращенной природой, чтобы проповедовать на улицах против Христа. Это же посвятить свое время. Собирать также пожертвования. Что-то писать там. И говорить, убеждать людей, что Бог это зло. Подумайте, вот таких людей мы и должны спасать. Вот таких людей, если они будут первенствовать, тогда нам будет очень тяжело. Но по этой причине мы не должны молчать. Поймите, братья и сестры, пока мы с вами есть, пока мы с вами существуем, есть способность Святому Духу действовать не только здесь, но и за пределами этого здания, в этой стране. И распространялось, чтобы Евангелие по всей земле. Ты скажешь, ну пастор, я не способен проповедовать. Я не такой говорливый. Это не самое главное. Самое главное, сохранить ценности, которые Бог вложил в тебя. Потому что ты способен быть служителем Нового Завета, не буквы, а Духа. Если ты только сохранишь свою семью, если ты только сохранишь свои ценности, если ты просто даже не разведешься до конца жизни, ты скажешь, ну пастор, что ты такое говоришь? Для нового поколения это очень важно услышать. Просто доживи до конца. Дойди с одной женой, с одним мужем, вырасти своих четырех детей во Христе Иисусе, и ты уже будешь держать знамена в глазах всего общества. Я приземляюсь. Последнюю расскажу историю. Она была в истории человечества. Вы знаете, сегодня многие люди как бы не отражают того, что они являются продуктом того, что произошло в человечестве. Что люди что-то сделали великое до нас. Например, вся англосаксонская культура, включая Соединенные Штаты, Европа, это все продукт реформации. Кстати, в октябре месяце я поеду по местам реформации. Добро пожаловать. Если кто хочет, поехали со мной. По местам реформации Швейцарии. И там я буду на научном таком языке, ну доступном, объяснять, почему швейцарская реформация создала это общество. И Америка живет в рамках закона, потому что это влияние реформации 16 века. То есть кто-то платил за эту цену. Но было еще одно событие, очень важное, почему Европа осталась христианская. 1683 год, когда полчища турок наступали на Европу. Цель Сулеймана Великолепного была тогда турецкого султана захватить всю Европу. Он хотел пройтись прямо с одной стороны по всей Европе и вернуться в Африке, через Гибралтар пройти. Это была его цель. И первый большой город, а плод христианства это была Вена. Сегодня столица Австрии. Тогда это была столица Священной Римской империи. Даже называлось Священной Римской империи. Это было для него, как для шмеля тот цветок. Он собрал самую большую армию на то время, какая вообще существовала за всю историю человечества. Ее подсчитывают где-то в 300 тысяч человек. И они подошли к стенам Вены. И они штурмовали много дней, несколько месяцев штурмовали. И уже дух защищающихся людей в Вене, он начал падать, потому что стены рушились день ото дня. Потом мотивация падала, защитников становилось все меньше. Их осталось буквально там около 10 тысяч защитников. Они написали письма, куда могли, во все города Европы. Помогите нам, мы гибнем. Турки наступают, ислам скоро поднимется здесь, воткнут знамя ислама в этом великом городе. Защитите. Но все короли занимались своими перами, им было не до Вены. Знаете, люди любят конфликтовать между собой. И вот просто один кавалерист, всего один человек, ну правда был князь польский, он вдруг откликнулся на этот призыв. Он не знал, что никто в Европе не пошел на помощь. Он думал, что вся Европа откликнулась, а он оказался один. Он собрал армию небольшую, в 15 тысяч солдат. И когда подошел к стенам Вены, с тылу к туркам, оказалось, что больше никто не пришел. Только он один, представь. 15 тысяч против 300 тысяч. Это несерьезно. Но он понимал, что он пришел на помощь к защитникам того города, где в стенах находятся защитники города, готовые уже сдаться. И вот турки пошли на последний приступ. Они стали, приступили к городу, обстреливали его, стены города рушились. И вдруг защитники города, готовые уже сдаться, увидели, где-то там сзади, в рядах турок вдруг какое-то столкновение, что-то какое-то движение идет, как будто бы идет где-то битва, какая-то небольшая, но с тылу турок. Они говорят, что там происходит со стен города? Уже гарнизон был готов сдаться. Они говорят, давайте сдаваться. И вдруг увидели посреди турок знамена с крестами. Представляете, знамены, на них напрессованы кресты. Кто-то стал кричать, это христиане. С той стороны кто-то пришел нам на помощь. Поднялся дух людей. Они сразу почувствовали себя нужными. Представьте, что это было. В то же самое время турки развернули свою армию и стали добивать эти 15 тысяч поляков, потому что силы неравны. Тогда вот этот главный принц сказал своим солдатам, он говорит, даже умирая, держите знамена. Самый главный не бой, знамена держите, чтобы из города вас видели. Вот в этом была самая главная суть. И они держали свои знамена, отступая под ударами турок, но продолжали держать, чтобы жители города видели, видели, что они способны. Самое главное, мы способны. И когда жители города увидели, что знамена стоят, они так ободрились, что вышли со стороны города и ударили туркам с другой стороны. И получается, с одной стороны 10 тысяч, с другой 15 тысяч, зажали 300 тысячную армию турок. Турки дрогнули и побежали. Это было самое большое и стыдное поражение в армии турок. Когда бросили все, янычары отступали, бежали. Сам султан потерял свою жизнь через некоторое время. Он потерял всю свою армию. Благодаря чему? Кто-то держал знамена. Он говорит, мы способны. Вас мало. От вас нет никакого толку. Ты слабый. Я держу знамена. И на нем нарисован крест. Поэтому пока я его держу, все будет хорошо. Аминь, дорогие мои. Поэтому возвращаемся к этому тексту. Павел говорит, такую уверенность мы имеем в Боге. Написано 2 Коринфянам 3, 4, 6. Вот такую уверенность в Боге через Христа Иисуса. Друзья, этот мир может с ума сойти. С ним может случиться что угодно. Он может 10 раз поменять свои взгляды, свой пол. Все, что угодно может случиться. Мы должны ровно держать знамена. Мы уверены во Христе. А откуда у тебя такая уверенность? Да потому что не мы сами способны от себя. Нет. Мы обычные люди, у которых обычные трудности. Но способность наша написана от Бога. Она оттуда способность. И Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Потому что буква она убивает. А дух животворит. Аминь, дорогие мои. Пусть этот дух способности придет каждому из вас. Посмотри на себя другими глазами. Ты уже был чемпионом однажды. Хотя этого не помнишь. Посмотри на себя другими глазами. У тебя есть ответственность. В твоей семье быть служителем Нового Завета. Ты способен. Аминь. Давайте поднимемся и будем молиться. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя. Мы способны изменить природу, Господь. И если Ты способен изменить нашу природу, природу Скорпиона, Ты способен изменить природу преступную изменить. Господь, Ты способен изменить природу нашу. Мы открываемся для Твоего ДНК. Мы говорим, Господи, Твоя чаша это не просто обряд. Мы принимаем Твое ДНК. Твоя драгоценная кровь становится моей кровью. Твоя природа становится моей природой. Твоя генетика, Господи, становится моей генетикой. Господи, Ты вложил в меня, Отец, еще от создания мира Твое, Твое начало. Господь, я люблю Тебя, Отче. Не потому, что я способен и мне хвориться нечем. Никому нечем хвалиться, потому что Писание говорит не то, чтобы мы способны сами от себя, чтобы помыслить как бы от себя, но способность наша от Тебя. Господи, все у нас от Тебя. Господи, то, что мы сегодня можем видеть, слышать, то, что мы сегодня живем в достатке, это от Тебя, Господь мой. И Ты дал нам способность сверхъестественно быть служителем Нового Завета. То, как я могу, я хочу проповедовать Евангелие, я хочу давать эту вакцину людям, которые сегодня ее не имеют, я хочу давать эти пилюли духовные людям, как я могу. И если даже я не могу быть пастором или служителем, я хочу держать знамена, Господь, знамена Твоей истины, знамена Твоего креста, чтобы враг не нанес мне удара в образе сатаны. Господи, дай мне быть Твоим служителем. Дух Твой святой, да наполнит меня сегодня и даст мне надежду, надежду жизни, надежду, Господь, потому что я уже был чемпионом. Дай мне увидеть эти чемпионские качества, хотя я не помню этого. Я был еще слишком мал еще в утробе даже своего отца и матери, но, Господи, Ты вывел меня в этот мир. Ты поставил на своем календаре дату, когда я должен был прийти сюда для Твоей судьбы, Отец. Благодарю Тебя, благодарю Тебя в вечности, да будешь Ты прославлен, наш Царь и Бог. Аминь. Давайте проведем с Вами еще один момент такой. Положи руку на себя и духовно скажи Духом, я способен и моя способность не от меня. Моя уверенность не от меня. Я имею уверенность через Христа, уверенность в Боге. И я принимаю эту способность быть служителем Нового Завета. Не буквы, но Духа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok